Выборы губернатора – вторая попытка. Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии и ВЭП, вновь покоряет парламентскую вершину Алтая. В его программе – загрязнение АБИ, пестициды с полей РАПСа. Пять лет назад Владимир сумел преодолеть муниципальный фильтр. Сейчас каждому из конкурентов нужно собрать подписи 502 депутатов города или села или избранных глав районов. Кандидат надеется на поддержку партии власти. У нашей партии нет депутатов муниципального уровня. Мы, конечно же, в этом случае обращаемся, как мы говорим, к старшему брату, к Единой России, у которой есть такие депутаты. И пытаемся доказать, что мы своим экологическими знаниями, экологическими умениями мы поможем в решении многих проблем жителей края. Прямым оппонентом ученого станет Виктор Нагайцев от «Зеленой альтернативы». Среди других кандидатов преобладают политики. В «Справедливоросы», в рядах которых несколько сильных политиков, выдвинули Евгению Боровикову. Она собирается объехать лично почти 20 районов, а пока формирует программу. В ней проблемы низких закупочных цен на молоко, назначение земель на генплане – воды. Сегодня в сельской местности проблема чистой питьевой воды пресной стоит сегодня остро. Потому что у нас коммуникации изношены. Многие вот заборные башни и вышки, они просто находятся в непотребном состоянии. Многие кандидаты уверены, что элемент шоу в эту кампанию внесет Сергей Маленкович от «Коммунистов России». Однако хлесткими высказываниями знаменитая и теперь уже глава партии пенсионеров Елена Хрусталева. Но эксперты сомневаются в ее высоком результате. В крае Елену не знают. Зато знают Марию Просакову из КПРФ, которая конкурирует с действующим главой из Госдумы и способна оттянуть голоса. Но по мнению политтехнологов, у Виктора Томенко все в порядке с позиционированием. А в его пользу реальные дела. Дороги, соцобъекты. Ему иногда кто-то ставит в укор его мягкость и интеллигентность. Это те, которые привыкли к стальной железной руке. Начальник должен кричать, орать. Но это никак на антирейтинге не играет. ЛДПР выдвинули на голосование главу рекотделения Сергея Булаева. А представлять новых людей будет Владислав Вакаев, в прошлом краевой депутат. Он читает, что для молодой партии важно высказывать свои идеи на всех больших выборах. Люди – это наш главный ресурс, это главная богатство страны. И необходимо создать условия для того, чтобы люди могли реализовать свой потенциал. Задача власти будет создать те институты, которые позволяют это делать. То есть это касается и особых экономических зон, это касается и венчурных фондов, это касается программ по поддержке молодежного предпринимательства, программ по новым подходам в системе образования. Однако, по мнению политолога Константина Лукина, эта выборная кампания будет реперентной за или против Томенко. Эксперт считает, что само общество сейчас склонно сохранять, чем менять. Пока идет спецоперация, по итогам спецоперации, и в этом плане в обществе будут нарастать нотки державности, что мы должны быть державой, мы должны быть империей. И вот эта все-таки ностальгия по империи, она даже среди молодого поколения. Такое прям, не сказать, что совсем подавляющее, но эти идеи прям давно уже укоренились. И отсюда, исходя из державности, нотки патернализма в любом случае, и, соответственно, сохранения существующей политической реальности. Тем не менее, кандидаты готовят сюрпризы и заявляют об этом прямо. Но пока их задача прописать программу и пройти муниципальный фильтр, чьи фамилии войдут в бюллетень, станет известно в конце июля.